Всем приветствую на канале Препресс. С вами Ростислав, он же Растаман. Сегодня будет два урока. Первый это как увеличить фон на визитке, а второе накладываем выборочный ойфлаг на элементы визитки. Как это сделать, чтобы типография у вас приняла. Раньше я рассказывал вам урок, как сделать элементарную визитку. Это скорее всего даже как сделать шаблон, а не визитку. Там никакого дизайнерского не было, искусство. В данном уроке мне досталась такая вот визитка. Смотрим, первая сторона у нас вполне нормальная, все правильно сделано, все хорошо, все замечательно. То есть мы понимаем, что здесь оно обрежется. Тут у нас линия обреза. Для того, чтобы можно было посмотреть, какой у нас вообще размер, заходим в Ctrl-Alt-P, Edit-Adboards и смотрим. Ну, во-первых, у нас 90 на 50, это готовый размер, а топ-bottom-o-f-prime по 2 мм под обрез, блиды. Понятно, да? Пересмотрите урок, если что, первый. Продолжим. Вторая визитка у нас с фоном, который в волосы залазят. Ну, короче, надо немножко ее уменьшить под формат. Заказчик хочет, чтобы не было кофточки видно, чтобы чуть-чуть волос больше видно. Короче, я предлагаю вам сделать так. Под печать увеличить по краям фон и отправить заказчику на утверждение. Если не критично, вы просто делаете это так. Я боюсь, что он даже не заметит. Итак, поехали. У меня в иллюстраторе настроено Edit-Original. Открывается Photoshop файл. Заходим первым делом Ctrl-Alt-I. И делаем размер 4,700 на 2,700. Но это можно сделать по-другому. Берем инструмент обрезания. 4,700 пикселей на 2,700. Откуда эта цифра? У нас размер визитки после обреза, обратите внимание, до 94 на 54. Таким образом, у нас получается 94. Я сделал в пикселях, это была исходная фотография. Я уже не помню, какая там, 6 с чем-то была. И я под этот размер в пикселях подогнал свои пропорционально 90 на 50. То есть 94 на 54, извиняюсь. Поэтому 94 на 2, понятно, да? 4,700 на 2,700. 94 на 54 делим на 2. 47 на 27. Для того, чтобы использовать, лучше взять фон сразу же и выбрать какой-то крайний. Ну, я, по-моему, выбрал какой-то вот такой фон. Даже нечто среднее. Ок. И увеличиваем. Это наша пропорция, то как, ну, то есть заказчик не понимает, какую дать фотографию. Но для вас главное, чтобы ничего не запороть, можно было, ну, выглядело достойно и красиво. Потому что заказчик, в принципе, этого и хочет. Ну, давайте пока сделаем так, чтобы по максимуму. А потом мы уже в самом иллюстраторе это подправим. Техника очень простая. Берем штампик. И дорисовываем наш фон. С вашего позволения я ускорюсь. Обратите внимание, это мы грубую сделали настройки. Дальше штамп ставим на какое-нибудь минимальное значение 30-20 и добиваем наше расхождение по цветам, там, где не совсем красиво, как пятна. Ускоряюсь. Ну, вроде готово. Более-менее. Остальное, я думаю, не заметен. Нажимаем Ctrl-S. Сохранить. Переходим в иллюстратор. И он должен обновить нам линк наш. На том же месте. Готово. Получается полная хрень. Увеличиваем до тех пределов, которые более-менее нам могут подойти. Уже начинаю зарезать, но предыдущий артбор просто перенесем, только открепив нашу направляющую. Контур-Alt точка запятой. Я закреплю. Перенести. Ну, теперь более-менее нормально, только чуть-чуть бы вправо. Все равно надо уменьшать. По той простой причине, что очень много всего. Я все-таки предлагаю ставить, наверное, так и показать заказчику. Все, в принципе, готово. Всем спасибо. Задавайте вопросы. Если есть идеи, пишите в комментариях. Буду показывать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok